МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. И сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Месяц работы с бюджетом принес заметные результаты. По сравнению с цифрами за первый третий квартала, итоги по октябрь включительно увеличились практически по всем позициям. Состояние республиканской казны обсудили на еженедельном совещании у главы Чувашии. Предваряя разговор, Михаил Игнатьев сообщил о договоренностях, достигнутых с руководством ООО «Газпром». В рамках программы газификации регионов Российской Федерации осуществляется проектирование объекта межпоселкового и газопрового к заводской территории города Чебоксары Чувашской республики. Планируем сроком завершения работы по госэкспертизе марта 2016 года. И «Газпром Мехрегенгаз» готова включить объект в программу газификации регионов Российской Федерации на 2016 год с началом строительно-монтажных работ в третьем квартале 2016 года. Значение газификации для повышения инвестиционной привлекательности за Волжье трудно переоценить, заметил Михаил Игнатьев, добавив, что «Газпром» остается надежным партнером республики. Здесь хотя бы успешно реализованные проекты строительства, дополнительных сетей в центральной части Чебоксар и Ледового дворца Чебоксара-Арена. Минфин подсчитал, только за октябрь к доходам прибавили 3 с лишним миллиарда рублей. Всего же за 10 месяцев доходы составили без малого 31 миллиард. Собственные – 18 миллиардов рублей. Большая их часть – это налоги на прибыль и доходы физических лиц. Мы имеем на сегодняшний день рост, рост 8,3% к аналогичному периоду прошлого года в абсолютном значении данный налог Масабелли с плюсом 358 миллионов рублей. По году мы прогнозируем также положительную динамику роста по данному налогу на уровне 7%. Также мы представили данные по количеству организаций, которые сегодня увеличивают нам поступление данного налога. Это всего 49% от всех юридических лиц, которые являются плательщиками налога на прибыль. Что касается налога на доходы физических лиц, то его собираемость по итогам 10 месяцев не достигла плановых показателей. Это связано с высокой возвращаемостью доли возврата по этому налогу самая большая в ПФО и составляет 18%. На совещании состоялся и отдельный разговор с должниками в бюджет. На ковер вызвали четырех руководителей предприятий и организаций, с которыми налоговые органы не могут справиться самостоятельно. Кто-то не платит с апреля, у кого-то задолженность возникла в более поздние сроки, кто-то находит необходимые средства только после проверок. И во всех случаях речь идет о приличных долгах. Глава Чувашия напомнил, эти деньги в конечном итоге выпадают из статьи расходов на социальную сферу. Вы же ходите в наши больницы, это все касается. Дети ходят в наши садики. Мы должны их кормить, соответственно, тепло давать, рассчитываться и так далее. Комфортных условиях на сегодняшний день живут. Мы создаем эти условия. Кто-то платит, тяжело, непросто, а кто-то не платит. Вот когда вы рассчитаетесь и когда пойдете в текущий хороший график. Планирую полностью выйти к текущему графику 15 декабря. Полностью. Но это уже объективная дата. Она будет там, чтобы не обещать, что там через неделю, потому что, к сожалению, что-то не произойдет через неделю. Обсудили на совещании выполнение программы переселения из ветхого и аварийного жилья. По данным Минструю Республики, первый этап, на котором необходимо было переселить 1410 семей, выполнен. Причем в пяти муниципалитетах проблема снята полностью. Второй этап выполняется. Восемь муниципалитетов его уже завершили. Речь идет о переселении 1130 семей. Елена Гальперина, Рассель Мухаммедов, Республика. Более подробную реализацию республиканской программы по переселению граждан из аварийного жилья обсудили накануне в ходе видеоконференции. Михаил Игнатьева с главами районов и городов Республики. Республика по реализации программы находится на 32-м месте в России и на 6-м в ПФО. До 2017 года сносу подлежат 853 аварийных многоквартирных дома, в которых проживают более 13 тысяч человек. Минстрой высказал свои опасения по срыву сроков в Маргаушском и Ядринском районах, а также в городах АллатРь, Шумерля и Чебоксары. К примеру, в Маргаушском районе переселены 40 человек из 19 жилых помещений, а должно быть 105. Причина задержки – длительное проведение аукционов и заключение контрактов. Дом по улице Герцена уже введен в эксплуатацию в 30 октября 2016 года. Просто торопили и совместными училиями заставляли подрядчику Желстрой ускориться. И сейчас идут работы по оформлению документов, передаче жилых квартир собственникам. В течение ноября планируем там все заселить, ленточку разрезать. В АллатРе долго шли торги, заявки не подавались. Было принято решение продлить сроки завершения строительства до 31 декабря. В рамках второго этапа подлежили переселению 72 раза 77 семей. Из них в настоящее время 6 квартир закупили. Два дома строятся на улице Небельщиков. Вывели уже на второй этаж, соответственно, 30 и 29 квартир. В целом работы идут согласно графику. Думаю, что 25 декабря мы завершим. Опасения меня сейчас вызывают инженерные сети. В Чебоксарах на втором этапе реализации программы необходимо расселить 22 дома. На 9 площадках города идет строительство. Сейчас у нас три позиции сложные по теме, по которым ведется строительство. Я уже сказал, Богданка-Хмельницкого, Северский комфорт, Южный и Сосновка. По Сосновке только на следующей неделе, скорее всего, мы начнем строить. По Богданке и по Яблочковой стадия готовности сегодня около 70%. Планируем ускориться. В настоящее время началась реализация третьего этапа программы, в котором предусмотрено переселение около 3000 человек из 244 аварийных домов. Анастасия Алексеева, Регина Кубайкина, Олег Якимов, Республика. Многодетные семьи Чебоксар получат земельные участки в Маргаушском районе. Вопрос их бесплатного предоставления в собственность обсудили сегодня на совещании в столичной администрации. На начало ноября в очереди на получение земельных участков столицы Республики и 2007 многодетных семей. Из них почти 1600 ждут участки для индивидуального жилищного строительства, более 180 для дачного и почти 300 для ведения личного подсобного хозяйства. С 2011 года Чебоксарской администрации уже сформированы более 1150 земельных участков общей площадью более 70 гектаров. Глава столицы Чувашии Леонид Черкесов поручил контролирующим органам до 1 мая 2016 года завершить работу по изысканию недостающих 856 земельных участков. Земельный участок площадью почти 802,5 квадратных метра Маргаушского района по распоряжению к обмену Чувашии безвозмездно передан в муниципальную собственность Чебоксар. На этой территории планируется сформировать около 600 земельных участков для предоставления многодетным семьям столицы Чувашии. А буквально через пару дней, 13 ноября, аукцион определит подрядчика на выполнении топографа геодезических работ для последующей разработки территории. В ночь в субботу на воскресенье в Канаше произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ-2115 провалился в яму. В результате погибли два человека – водитель и пассажирка пятнашки. Как следует из ее материалов, 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115, следуя по грунту между двумя домами по улице Трудовой в городе Канаше, не заметил сигнальную ленту и выехал в яму, вырытую сотрудниками коммунальных служб шириной около 3,5 метров, длиной около 5,5 метров и глубиной, по предварительным данным, около 3 метров, которая была частично заполнена водой. Захлебнувшись, они скончались на месте происшествия в результате утопления в воде. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судмедэкспертиза, которая определит, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения. В середине сентября нынешнего года в Чебоксарах был зарегистрирован вброс фальшивых купюр номиналом 5000 рублей. Задержать сбытчика удалось благодаря внимательности фармацевта и оперативности сотрудников МВД. Тревогу забила работница одной из аптек в центре города. Сначала злоумышленник взглянул в соседнюю точку. Где фальшивку у него не приняли. Затем явился со своей пятитысячной сюда. Работник аптеки, осмотрев денежную банкноту, определила, что она может быть поддельной. И нажала кнопку вызова полиции. Сама в этот момент отвлекала подозреваемого. Внимательный фармацевт нажала кнопку вызова охраны. Но хозяин фальшивки что-то заподозрил. И скрылся, не дожидаясь сдачи. Однако оперативники отдела экономической безопасности у МВД России по городу Чебоксары уже заинтересовались этим человеком. По одной из городских камер видеонаблюдения был установлен номер иномарки, на который передвигался сбытчик и его сообщники. Затем отслежен весь маршрут их перемещения по городу. От Московского проспекта до проспекта Ленина. Управление экономической безопасности Республиканского МВД взяло под контроль ход операции по задержанию преступников. Был проведен комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий. В результате которого на территории Новосибирской области была задержана организованная преступная группа, состоящая из трех граждан Республики Кыргызстан. Которые в период с 13 по 15 число на территории Республики осуществили сбыт семи поддельных денежных купюр достоинством 5000 рублей. При досмотре и обыске у указанных лиц были изъяты 151 поддельная денежная купюра достоинством 5000 рублей. В настоящее время указанные лица арестованы судом Новосибирской области и находятся под стражей. Установив, что фальшивомонетчики прибыли в Чувашию из Екатеринбурга, оперативники выехали туда. Но подозреваемые, сменив номера автомашины, отправились дальше. Чувашские полицейские проинформировали коллег и в Новосибирске гастролеров уже ждали. По версии следствия, поддельные купюры уроженцы одной из бывших союзных республик сбыли на территории пяти субъектов Российской Федерации. Подозреваемые утверждают, что получили данные денежные купюры от своего знакомого в городе Екатеринбург при продаже машины. Получили непосредственно для сбыта в нескольких городах России. То есть знали, что они... Они знали, что данные купюры поддельные, и поэтому при приобретении товаров старались приобрести что-нибудь менее дорогое. В ближайшее время материалы дела по фактам сбыта фальшивок в семи точках Чебоксар будут направлены в Новосибирск. Судебный процесс над задержанными пройдет там. В Мариинском посаде завершил свою работу лагерь «Прокачка». Здесь собрали вместе ребят, которые перенесли душевную травму и расстались со своими родителями. Теперь их учат жить по-другому. В лагере для детей на протяжении недели проводили мастер-классы. Инициаторами этого проекта стали член Ассоциации замещающих семей и Республиканский центр комплексного сопровождения детей. Подробности в следующем материале. На мастер-классы в тельняшках эти ребята приходят не случайно. В лагере «Прокачка» детей обучали морскому делу. Очередной урок посвятили непростой науке вязания узлов. Всего их насчитывается более 500. В гости к ребятам приехала и чемпионка страны по спортивному ориентированию на местности. Чтобы одержать победу в этой игре, мальчишкам и девчонкам было необходимо отыскать нужную цифру и сделать отметки на компостере. За неделю в этом лагере провели немало интересных мастер-классов. Их обучали оказанию первой медицинской помощи, актерскому мастерству и даже стрельбе из арбалетов. Здесь очень хорошо. Здесь можно заниматься. Тут как школа почти что. Понравились друзья новые. У меня есть друг с первого корпуса, третий этаж. В следующем году намерена сюда приехать. В лагере «Прокачка» собрались дети, которым необходима скорейшая адаптация в новых семьях. Эти ребята сейчас проживают у приемных родителей. Их кровных мам и пап лишили прав на воспитание. Опыт наш первый. Опыт достаточно инновационный. Мы хотим, чтобы ребята уехали отсюда с огромной мотивацией к учебе, во-первых. На сплочении очень много тренингов было проведено. Также очень много тренингов было показано мастер-классы профессионального мастерства. Результаты налицо, отмечают воспитатели. К примеру, Витя Семенов после участия в мастер-классах уже мечтает стать моряком. Мне нравится быть моряком, потому что там можно кататься по кораблю, можно на берег выезжать. Смену для ребят из замещающих семей планируют открыть и в следующем году. Медриковалев и Расиль Мухаммедов. Республика. В минувшие выходные дворец детского и юношеского творчества принимал гостей. 80 человек из Центра внешкольной работы на Сумском из Москвы приехали в столицу Чувашии на межрегиональный фестиваль. Для гостей осенних встреч была разработана целая программа мероприятий, показательные выступления воспитанников дворца творчества, мастер-классы по декоративно-прикладному направлению, вокалу и хореографии. Гости могли в полной мере познакомиться со всеми направлениями деятельности нашего дворца. И главное, что ваши дети удивительные. Дети, они потрясающие. Они нам очень понравились. По крайней мере, наши дети ходили из кабинета в кабинет с огромным удовольствием смотрели. Потому что вы сами показывали профильное. Ну, практически все, что было нам показано, имеет место и у нас в Центре. Но в таком количестве и на таком высоком, хорошем уровне, на котором работает ваш профессионал, я так поняла, педагоги, это, конечно, нас порадовало серьезно. Состоялся и живой конструктивный разговор о современной системе дополнительного образования, специфики его развития в Москве и Чувашии. Творец творчества и Центр внешкольной работы на Сумском подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает совместную работу в сфере информационной, организационной и творческой деятельности. В общем, рассчитано на новые впечатления и идеи. Чебоксары в очередной раз стали культурным и музыкальным центром. В столице Чувашии состоялся межрегиональный конкурс фестиваля гитарного искусства. Три дня в ноябре. Они могут виртуозно исполнить любую композицию. С помощью гитарных струн музыкантам удается затронуть струны души зрителей и слушателей. Фестиваль «Три дня в ноябре» – это продолжение другого гитарного конкурса, который проходил в Чебоксарах 10 лет назад. В этом году его снова возродили. Показать свои таланты съехались участники из разных городов, всего около 60 человек, а оценивали мастерство лучше из лучших в своем деле. Преподаватели и лауреаты всевозможных музыкальных конкурсов. Жюри выделила особенность выступлений участников из Чувашии. Есть в исполнении некоторая чуткость, душевная струнка присутствует в исполнении. Возможно, что это обусловлено национальной особенностью, но я считаю, что да, что-то такое тонкое, неуловимое. Конкурс проходил по трем направлениям – соло, гитарный ансамбль и ансамбль с участием гитары. Ребята оценивали по возрастным группам. Каждый гитарист исполнил два музыкальных произведения. У юных музыкантов была возможность не только показать себя, но и получить урок от профессионалов. Это дает стимул к дальнейшему развитию. Потом они слышат друг друга, слушают друг друга, видят, на каком уровне они находятся в данный момент. Общаются друг с другом, берут друг от друга что-то свое, что-то для себя новое. Я считаю, что конкурсы, фестивали очень развивают детишек. Идет хорошая такая настоящая работа, которая вот, кстати, детский конкурс, уже по нему видно, что когда происходит вот такая правильная работа, и вот сейчас вот дети выходят, это уже, я уже вижу, они очень хорошо играют по этому. Фестиваль помогает молодым талантам раскрыться и заявить о себе. Маленькая победа может стать началом новых свершений. Татьяна Леонтьева, Леонна Утухова, Андрей Спиридонов, Республика. В Чувашии завершился восьмой всероссийский турнир по самбо среди юношей на Кубок Головы Чувашии. В этом году соревнования были посвящены 50-летию развитию этого вида спорта в Республике. Как выступила наша сборная в следующем сюжете. За полвека развития самбо в Республике достижениями наших спортсменов можно смело похвастаться. Последняя из них победа Идеры Лаврентьевой и Артема Щербакова на Кубке Европы. На церемонии торжественного открытия глава Чувашии Михаил Игнатьев поздравил спортсменов, а участникам турнира пожелал победы на соревнованиях не только российского уровня, но и международного. У вас у всех возраст позволяет в перспективе стремиться к таким же победам. Мы на самом деле в своей государственной политике приоритеты расставили и создаем все благоприятные и комфортные условия для того, чтобы детишки уже с детских садов начали вести здоровье в жизни. В течение двух дней юноши разыграли награды в 10 весовых категориях. Всего в соревнованиях приняли участие команды из 15 регионов страны и гости из Казахстана. Нашу республику представили более 30 спортсменов, которые мужественно противостояли соперникам и завоевали путевку в финал соревнований более высокого ранга. Эти соревнования являются отборочными к первенству России. Первый и второй номер, занявшие свое весовой категории, примет участие, допускается к первенству России, которые пройдут в феврале месяце в городе Новочебоксарск. Соперники оказались не из легких. В первый день соревнований определили победителей и призеров в пяти весовых категориях. И тут на счету спортсменов из Чувашии четыре награды разного достоинства. Во второй день соревнований в копилку нашей сборной отправилось еще три медали. Подобный результат позволил команде хозяев занять первую строчку в общекомандном зачете. А это означает, что кубок головы Чувашии, как и в прошлом году, остался в республике. Екатерина Абрамова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Таким стал первый рабочий день этой недели. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова